Всем привет! Пока все питчат Альдар, проект Heaven, мы не будем поддаваться на провокации и будем рассматривать действительно интересные проекты, а не самые разрекламированные. Сегодня мы поговорим про Надальшебу, Надальшеба Гарденс. Это проект Мираса, а также это Вилла Танхауса. Расположено на Мейдане, то есть если вы едете от центра, вы проезжаете вот Дистрикт Ван, потом сразу же идут Китуры, Пола Резиденц, и сразу же за ним начинается Надальшеба. То есть Надальшеба находится вот здесь, вот этот кусок земли, это как раз проект Надальшеба. И вот прямо проезжаете Дистрикт Ван, потом идет Пола Резиденц, вот здесь Китура, вот здесь Дистрикт Ван Вест. То есть вообще МБР это максимально продвигающий район загородной недвижимости именно к центру. Альдар был вот здесь, в Дубай Ленде. То есть это сильно-сильно дальше от центра. Вот, и вообще вот Дубай Ленде это более такая земля бюджетная там. Что надо знать, что вот компания Мирас, которая строит этот комплекс Надальшеба, она, это большая очень компания, принадлежит к принцу. И там Мирас сейчас состоит как бы из двух основных компаний. То есть есть Дубай Проперти, это компания, которая владеет всей землей в Дубае. То есть вся земля, кроме насыпных островов, это Дубай Проперти. Насыпные острова это Нахил, такое разделение. Поэтому даже когда таунхаусы загородные и виллы строят другая компания, она покупает эту землю у Дубай Проперти, который Мирас. И поэтому Мирас может лучше как бы себе оставлять куски. Мало кто знает, что также Дубай Хиллз, который здесь Маровский проект, государственная компания и тоже там принадлежит Шейхову посредственно. То есть вот Дубай Хиллз. Мало кто знает, что еще два месяца назад люди подписывали отдельный договор также из Дубай Проперти, потому что земля, на которой стоял. Этот комплекс, она принадлежала Дубай Проперти, он же Мирас. И только два месяца назад Мар выкупил за 7,5 миллиарда дирхам, где-то 2 миллиарда долларов. Сейчас какой стоит план у Дубай Проперти? Просто застроить этот кусок земли, вот это вот все. И как бы лучшие участки он оставил себе. И некоторые участки он продал другим застройщикам, в том числе Альдар. Вот, значит, чем интересен этот проект? Давайте сначала картинки, потом более детально. Ну вот, то есть это рядом с Бурш-Халифой. Вот Таунхаус, да, вот посмотрите. Сейчас, когда включится маркетинговая машина Мираса, не сомневайтесь, что в лотерею в итоге попадет по 20 человек на Таунхаус. Но сейчас, пока все увлечены Альдаром, пока идет дикий хайп на другой проект, есть шикарная, на самом деле, возможность взять хорошее место в очереди, именно в Мирасе. Посмотрите, какие виллы, и здесь очень много особенностей у них. То есть, например, во-первых, по-моему, план для такой компании, которая занимается элитной недвижимостью, вы знаете, что Мирас застроил и Булгари, и Блю Уотерс, и Сити Волк, и Централ Парк, и МДЛ. Это все локации, где, если даже самые бюджетные из них брать, ну, самые низкие там по цене из них брать, они уже дороже даунтаун, и люди все равно их покупают. Поэтому Мирас – это именно то, что делает саппу на качество, и DP World, он не просто как бы теперь вместе с Мирасом, да, DP занимается другим сегментом, бюджетом. У них будет запуск. Вот, если кому-то интересно, вот, и он не попадает в этот бюджет, скажите, я вам расскажу про следующий запуск DP World. Но, если вы хотите хорошего качества, недвижимость именно из люксового сегмента, вот этот вариант, пересмотрите к нему, потому что он очень интересный на самом-то деле. Дизайн, там, это все понятно. Значит, в чем особенность этого проекта? Так, ну вот, смотрите, да, то есть, продано только две фазы, и одна фаза отдельно стоящая, там будет земля. Потому что есть сейчас в открытом доступе, то есть, что они именно изменили? Они изменили, они давали лагуны. Это то, что было в Теля-Льга, то, что было в Альдаре, многим нравилось, и то, что не было раньше здесь. Но давно уже была информация, что они очень сильно поменяли проект. Вот это из этой центральной части, они как бы не проданы. Они переформатировали ее, убрали виллы и оставили именно лагуны, спортзалы. Я сейчас покажу там макет, все будет понятно, видно. Вот, и получается, что теперь это как маленький Теля-Льгаф. У вас есть своя лагуна, огромнейшая территория, две школы на территории комьюнити, гигантский центральный вот такой зеленый как бы парк, вы видите. Также здесь есть ленивая река, которая вдоль комьюнити будет течь всего, вдоль парка. Вот вы видите ее, синяя. Вот она течет вдоль парка, то есть она отделяет там очень тихо, прохладно, лирики как воды постоянно. То есть они прям очень сильно заморочились за тем, чтобы качество комьюнити сделать еще лучше, чем то, что сейчас есть. Если вы знаете Теля-Льгаф, маленькие такие точно лагунки, то есть это взято оттуда, да, например, доработано. Огромный вот этот вот центральный такой протяженный парк, ну такое я видел, допустим, Эмар любит вот особенно такие вот круглые лужайки большие, просторные делать, это есть Дубай Хиллс, это есть Крик Харбори. То есть самое лучшее, что есть в других комьюнити, было взято и сюда как бы привнесено. Вот здесь в старых проектах был парк. А теперь угадайте, что дворец Шейха здесь будет. То есть я вот себя даже, я говорю и себя слушаю со стороны, насколько это все-таки премиальный проект, то есть и дворец Шейха, и здесь есть стадионы, здесь есть дип-дайв Дубай, самый, это он уже построен. То есть на Дальше вы будете вот эти вот фрагменты. Здесь прямо у нее будет пешая доступность дип-дайв, самый глубокий дайвинг в мире. Я часто его показывал про дайвинг, про локацию Медан, когда рассказывал, тут затоплены велосипеды, машины, там много-много этажей, там, получается, высота его, как самолет, если бы упал и приземлился на свой хвост, торчал, и вот такая была бы 60 метров, то есть длина. И там как много-много этажей, как шестиэтажка под водой, там очень интересно плавать. Также здесь есть спорткомплекс НАС. Это вот такое здание, такое полосатенькое, там и чемпионат по баскетболу, я знаю, проходят, и там, по-моему, даже тренируются в регби, играют в последнее время, вот, очень слежу за регби, по-моему, даже я там видел, что ребята тренируются. То есть, очень интересная по инфраструктуре уже. Дальше, если мы спускаемся ниже, здесь есть у нас скачки, вернее, у нас здесь есть конюшни, которые шейха, да, и прямо, ну, по карте просто вот от дайвинга заступают, здесь ипподром шейха, здесь Альбарарь, суперэлитный район, здесь Дубайхиллс, виллы тоже вот, адресовские, гольфполя здесь. То есть, в целом, в целом, уже оно начинает срастаться, уже вот этот замысел сделать из этого района самую престижную локацию города, он уже потихонечку воплощается, вот, прямо видно, как райончики друг другу перерастают, и уже, как бы, появляется инфраструктура, естественно, пойдет сюда дорога еще одна, которая соединит Альбарари с Натальшебой, Дистриктуаном и Центром. И вот это будет аллея, такая улица самых дорогих, как бы, загородных недвижимости. Китур-Резерв тут, миллион долларов, однокомнатная квартира, то есть, и таунхаус там от 3 до 5 миллионов долларов. То есть, и вот это вот все, комьюнити, оно будет супер, как бы, ну, элитным, да, то есть, это будет, как я называю, Козин, там, Рублевка, неважно, то есть, это будет загородная, элитная недвижимость. И потом только после нее будет идти Дубай Ленд. и у этой компании есть там земля, но тот факт, что она ее продает другой компании, уже только это говорит о том, что что-то, наверное, она расставляет приоритеты, где-то она видит потенциал, где-то она не видит потенциал. Вот, поэтому вот эта вот часть по там, хаусам, виллам, это будет будущее вообще загородной недвижимости. Все будут хотеть здесь, и когда они будут хватать денег на покупку, они будут идти уже дальше. А дальше здесь огромное количество вторички. Они будут идти в Завилла, то же самое, которую построил тот же Дипи Волт. Потому что размер здесь большой, и цена позволяет взять в полтора раза больше. И вот так вот там внутри. Окей. Вот, это еще раз вкратце, почему артар хуже этого проекта. Хорошо, давайте мы теперь посмотрим все рендеры, которые нам дали. Вот стендалон виллы, вот они внутри. Вот лагуна внутри, вот можно посмотреть виллы, вот вдоль стоят. Вы видите, тут очень интересные игральные площадки, здесь очень много зелени. И действительно, если посмотреть на дальшебовские проекты, на проекты Дипи Волта, проекты Дипи, мы увидим, что у них действительно очень много зелени внутри них. Так, что можно сказать дополнительно, то, чего еще нигде нет. Что можно сказать? То есть всего 9 фаз. Да, это видно и вообще из схемы. То есть фаза 2, 3 и 4 у нас, значит, первая у нас земля, дальше вот уже 2 проданы. Вот эти продавались еще до того, как они изменили комьюнити, до того, как здесь стало известно, что в дворец шейха будет, до всех этих новостей они уже продавались. И потом, по слухам, что как будто бы у меня и раз даже пытался назад купить недвижимость. Потому что, ну объясню, он, допустим, продавал там по 3, а теперь он будет продавать по 4. То есть понимаете, что вот эти люди, которые раньше всех купили, они купили ее как китурный резерв первый выпуск, как бы купили и 25% дешевле. Поэтому имело смысл это выкупить все, пройтись по фазам туда до конца. И потом, если бы здесь все было выкуплено, по ценам на тот момент, когда все будет распродано, уже все будут хотеть, все будут знать, уже все будет разрекламировано, тогда уже ставить эти фазы опять цену. То есть такая вот логика оправданная. Вот, значит, что можно еще сказать? ПМ-план, скорее всего, 60 на 40, сдача проекта 2026. Значит, от 4 миллиона долларов будет таунхаус. Таунхаусы здесь очень приличные, вот можно на рендеры посмотреть. Просто чтобы понять, что это что-то вроде китурских таунхаусов, по сути дела. То есть это вот этот класс жилья, когда стенки, да, соприкасаются, но внутри там начинка очень-очень как бы серьезная, по качеству, по всему. Вот таунхаусы. Да, то есть они вот, у них соприкасаются, стенки, но мы видим, что даже экстерьеры таунхаусов, трех-бедром таунхаусов очень-очень такие интересные, современные, современная технология до окна в пол, там очень как бы достойно выглядит, и участок очень большой. Особенностью этого проекта являются очень большие участки. Просто вот приведу пример, что вилла 4-бедрума, она была 5600 square feet. То есть я говорю, что когда там 4800 садят, лагун слончится, что это ого, они такие большие. Здесь по сути больше на 25%, здесь 540 квадратов, по большому счету. То есть это на сегодня, это самые большие 4-бедрумы в этом бюджете, которые я знаю, которые доступны к покупке вообще. И стоимость они обещают от 9 миллионов. Но в принципе, в принципе, мы если сравним вообще с District 1, тем же самым с Китурой, со всем, что именно здесь, об этом вилла здесь и так далее, мы поймем, что цена это очень окей. И самое интересное, что если посчитать среднюю цену в Альдаре, который по итогу люди покупали, и среднюю цену, которая сейчас объявлена здесь, на Дальше, это одна и та же цена, это 1800 square feet. И вот эта разница, она получается исключительно за счет размеров юнитов. Если под этим углом посмотреть, то станет ясно, почему на Дальше для меня более интересный проект. Хорошо. Что еще? Комьюнити-центр здесь будет. То есть, да, в каждой фазе лагуна. Вот. 4, 5, 6 бедро вилла. Понимаете еще, почему у меня такое отношение, что, почему такое отношение, что в принципе, вот цена хорошая здесь? Потому что, понимаете, что есть запрос, это вот видно из последних запросов, из последних счетов Кнайтфранка, есть запрос реально на качественное жилье, и на большие размеры, и на люксовые материалы, и так далее. Но вот как аналитическое агентство Кнайтфранк говорит в своих отчетах по Дубаю, что качество оставляет желать лучшего на самом-то деле. И поэтому как бы она прогнозирует, что этот сегмент сейчас очень быстро будет расти как люксовый. Поэтому я бы вообще смотрел на все люксовые проекты, на все такие утралакшери, а это первый, кстати, комплекс, который строят Мирас. До этого строил DP в Байленде, да, вот в этом джетовом районе. Это считается там только Эймар и DP конкурировать. Ни Джин Кэн Ко, ни какие-либо другие компании застройщика, они не пользуются таким бешеным спросом на вторичном рынке жилья, если вы хотите перепродавать, если вы хотите пожить, потом перепродать. То есть вот в принципе по таунхаусам, положа руку на сердце дубайским, да, в Дубай, что мы можем сказать, какие пользуются спросом, какие люди хотят жить, хотят для себя покупать. Это только Мирас и Эмар именно из-за... Эмар базовое качество. Эмар базовое качество. И Депи обычно обычно эти обе компании выбирают из-за обслуживания комьюнити. То есть если сломалась труба, еще что-то, комьюнити отправляют специалиста там, держат в чистоте порядки парки. Да, придется подождать чуть-чуть, пока подрастет зелень в вашем комьюнити, но через год, через два, через три, оно всегда облицает зеленью, эти деревья. Очень и у Эмара, и у Мираса они очень хорошие. Мое мнение, конечно, что Эмар немножко сдал. После первого ранчиса, который вообще легендарное какое-то место из-за этих гольф-полей, из-за того, что там все стендоун, вилы, прямой вид на парк. Такое есть, где Вольборари такого встречал, Теревен Гайф, там некоторые вилы открытый вид на амбуру. Вот, такой был старая школа вот этих вилл, ну, вот от загородной недвижимости, то есть тут она как бы такая, очень такая для людей, как мы в СНГ привыкли. Потом, если мы смотрим уже там, Рабин Радж сидит, вот, при этом если вы хотите, вы можете Рабин Радж из 3 сейчас вышли, выходят, вышли, еще юниты там, добрать в предыдущих фазах, ну, такомните очень такое плотно-плотно засажено Тонхосом, то есть немножечко уже не то, да, то есть они как бы уже более такие бюджетные. Вот, Мирас, мне кажется, что, глядя вот на мастер-план, что они вот как-то пытаются вот в этом старом стиле сделать, когда много места вокруг виллы, когда много вообще плот, участок, что у нас сама по себе там под 540 квадратных метров, то есть это большой размер, вот, для виллы, в Дубае, где земля очень дорогая, то есть это очень хорошее предложение именно по совокупности. Да, вот, вот стартовые цены. Так, вот уже сегодня известны цены первые, видите, каким образом они добыты, то есть не очень не хотели с нами делиться, тем не менее тут же, я так понимаю, дали в общий доступ. То есть смотрите, 3,9 миллиона за трех бедромный таунхаус, 8,5 за 4, 11,6 за 5, 14,8 за 6 бедромный вилла. При этом вот эта четырешка, она может вполне конкурировать по типу юнита с district 2. То есть вот по моему плану уже, то, что confirmed 60 на 40 и вы видите, что поставлен февраль 27, но так как начало 27 года. 4 года даже, а вот сейчас у нас уже 3 года стройка будет. 3 года будет стройка и у вас вот такая вот получается будет. Опять же, вот я проговорю, понятно, что качество мемирасов самое высокое на рынке, это булгари, там стивлок, это все понятно, это здорово, круто, но вот именно локация, вот именно я именно из-за локации, потому что она мне очень-очень очевидно ее преимущества. Вот центр, вот вы выехали, первый элитный комьюнити, дистрикт вам вилла, 16-20 миллионов, проезжаете чуть-чуть, здесь китура у нас, там тоже, те же цены, уже тоже в плане, там тоже 12-20, загородный и вот вы доезжаете на дольше, в дистрикт вон вест сюда пойдет то же самое, в дубай хиллз те же цены, и в альбараре, то есть это все, как бы весь классер, я прям вижу, как он потихонечку растет, вот туда, и как он развивается, и насколько это здорово будет, и насколько там будет интересно, и все, и дальше мы доходим до Зимет Принца, где вот ипподром, дворец у него будет вот здесь, в самом центре в Биар-Сити, здесь у него будет продолжение этого дворца в виде ипподрома, альбараре, и все, как бы конец вот этого района как бы супер классного, да, еще немного интересного, вот сюда, но для сравнения, вот насколько Дубай хиллз дальше от центра будет, чем на Дальшебо, практически вот в два, ну в два раза, там же же выезд еще с Дубай хиллз, он не очень удобный с этих дальних фаст, ну он удобный, просто он тут еще займет там минут 10, пока там 3 светофора, там туда, вот, то есть, ну в два раза ближе, а цены сейчас в плане те же, и, да, понятно, размера пока нет, но вот анонсирована цена 1800 дирхам за скорбь фит, это очень дешево, это вот цена Дубай лента, по сути, да, то есть, это будет, 5200 долларов квадрат, это очень хорошая цена, это очень хорошая цена, это проект лучшего дара, по маркетингу он пока хуже, но я просто понимаю, что, так как продаваться он будет через, там, неделя, грубо говоря, сейчас они только-только это все запускают, и, я надеюсь, что, просто люди заметят проект, который намного победит сейчас аналогов, обратят на него свое внимание, а я, как бы, со своей стороны сделал все, я раньше всех про него рассказал, я не поддавался провокации других застройщиков, у которых была красивая реклама, и вот именно вот этот проект всем советовал и сейчас советую считать его лучшим даром. Все, всем спасибо за внимание, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok